Всем привет! Каждый год разработчики FIFA обещают нам новые режимы, которыми стараются заинтриговать и привлечь к игре новых поклонников. Но вместо этого чуточку прокачивают только те режимы, которые приносят им бабло. Последним новшеством было появление Волты, которая перекочевала в свежее FIFA из старых частей. В этом ролике мы немного пофантазируем и предложим несколько режимов, которые могли бы помочь FIFA 22 стать очень крутой игрой. А вы напишите в комментариях, какой новый режим в игре хотели бы увидеть вы. Режим номер один – это создание своей команды. Для любителей подниматься со дна на вершину это было бы очень классным решением. Тем более, что далеко ходить не нужно. А все это уже было в той же FIFA 07. EA могли бы предложить игрокам создавать свой собственный клуб, заполнять его молодежью или свободными агентами, или просто вымышленными футболистами. Команде можно было бы присвоить собственные цвета, логотип, название, стадион, спонсоров и многое-многое другое. И начать путь этим коллективам к вершинам. Да, реализм происходящего немножечко от этого пострадал бы, так как аматорских лиг в FIFA не было и нет. И появление среди профи нового клуба немножечко рушило бы реальность. Но многим это решение пришлось бы по вкусу. О режиме арбитра уже несколько лет мечтают многие любители FIFA. По сети гулял ряд концептов, но до полноценной реализации дело так и не дошло. И как нам кажется, для того, чтобы режим арбитра сработал и вышел адекватным, EA пришлось бы очень сильно попотеть. Так как в существующую механику это дело встроить было бы не так просто. Уверен, что большинству игроков обычное монотонное судейство матчей в таком виде, как они есть сейчас, быстро наскучило бы. И для этого дела нужно разрабатывать специальную механику. А то и делать нечто по типу режима истории с открытым миром, как в GTA. Где арбитру приходилось бы работать не только на матчах, но и прокачивать свои скиллы, физические данные, выносливость и тому подобное. Чтобы вовремя оказываться в нужном месте и принимать правильные решения. Также можно было бы добавить сюда элементы со всевозможными соблазнами по типу договорняков и другой околофутбольной грязи. В целом из этого можно создавать и отдельный симулятор. Но для того, чтобы этот режим перестал быть просто фантазией, EA нужно этого захотеть и вложить в него множество усилий. История Алекса Хантера была очень крутым ходом от EA. И да, она себя исчерпала и вполне логично, что разработчики свернули лавочку. Но этот формат сам по себе очень крут и практически бесконечен. И вполне может запускаться в каждой новой части в новом виде. Для этого достаточно каждый раз придумывать нового персонажа или персонажей с какой-то интересной судьбой. И вкладывать в его развитие и карьерный путь какие-то нетривиальные истории. Для этого достаточно завести в штате нескольких мощных сценаристов, которые смогут закрутить крутую спортивную драму, разворачивающуюся прямо на ваших глазах и под вашим управлением. Кстати, уважаемые EA, если вам лень искать сценаристов, то забирайте в FIFA 22 нашу историю Тео Переса. А то мы психанем и сами ее продолжим. Еще один прикольный вариант это режим Ультрас. Около футбол давно стал неотъемлемой составляющей футбольной жизни. И если вам надоело рубиться в FIFA на футбольных полях, вполне можно было бы попробовать примерить на себя роль Ультрас. Здесь тоже EA пришлось бы обращаться к наработкам из GTA. Но и этот компонент футбольной жизни мог бы снискать немало поклонников среди геймеров. Игроку можно было бы предложить стать частью одной из фанатских группировок и пройти путь от новичка до ее лидера. Конечно же не обошлось бы здесь дело без противостояний с полицией, незаметного проноса пиротехники, боев с представителями Ультрас других клубов, поездок на выезды и многого другого. Здесь также есть огромное пространство для развития событий. И это направление достойно отдельной полноценной игры. Но в качестве режима в новой части FIFA жизнь Ультрас могла бы стать крутым решением. Вот такие дела. Жми на лайк, если тебе зашли наши идеи. Подписывайся на Кибербол и первым узнавай все самое интересное из мира футбольных симуляторов. До скорого!